Делся чемпионат Крыма по гребле и индору. Участниками стали крымские юноши и девушки. Традиционно соревнования прошли на дистанции 2000 и 1000 метров для совсем юных спортсменов. На мероприятии оценили готовность кандидатов к участию в чемпионате России в Москве. Наблюдала за гребным спортом и наш корреспондент Диляра Шевкетова. В САКской школе провели спортивный праздник, организованной Федерацией гребного спорта Крыма при поддержке Министерства спорта Республики Крым и администрации города САКи. Почетные гости поздравили участников турнира с началом соревнований, пожелали им успехов и выразили благодарность тренеру. Поблагодарить за большую плодотворную работу по развитию гребного спорта на территории муниципального образования городской Фруксаки, высокий профессионализм и достигнутый успех в деле подготовки спортсменов Абсметова Амеда Фреймова. Под лозунгом «За здоровый образ жизни» Шериф Османов одним из первых сел на тренажер и продемонстрировал свою подготовку. Организаторы отметили, что этот вид спорта в Крыму активно развивается именно в городе САКи, благодаря хорошему тренеру. Академическая гребля в городе САКи – это после 90-х годов было начато развитие. А тренажеры, именно гребли на тренажерах, последние пять лет. Этот вид спорта очень популярный сейчас и в России, и даже проводятся чемпионаты мира на тренажерах. Поэтому по итогам этих соревнований у нас лучшие спортсмены примут участие в чемпионате России в городе Москве. Это со 2 по 5 февраля будет проводиться. Участниками чемпионата Крыма и первенства Республики Крым по гребле на тренажерах стали юноши и девушки. Среди них есть и такие, которые занимаются греблей более семи лет. Нужна выносливость, очень хорошая, конечно, силовая подготовка. То есть в данном виде спорта быстро показать результат очень сложно. Нужно года, со временем постепенно, постепенно организм адаптируется к нагрузке, и тем самым можно показать хороший результат. Мне очень нравится гребля. Я увлекаюсь уже второй год. Я участвую во всех соревнованиях и хочу попасть в Олимпиады. Мечтаю поехать в Сочи и получить золотую медаль. Меня увлек этот спорт, потому что мы там занимались, были друзья, медали. Будет интересно. В победе, чтобы идти, надо стараться, чтобы победить или занять хотя бы какое-то место. По итогам соревнований первое место в чемпионате на дистанции 2000 метров среди юношей занял Айдер Апсемитов, а среди девушек Юлия Жильцова. Представители властей отметили большой интерес к этому виду спорта и обещали способствовать его развитию в Крыму. Я думаю, это самый благородный вид спорта, и мы должны в Крыму его очень развивать. Наша общественная организация, Инкишал, будет содействовать тому, что этот вид спорта именно в Крыму развивался. Я думаю, через несколько лет эти ребята будут достойно представлять Российскую Федерацию на международных соревнованиях. Дзеляра Шевкетова, Акимбики.